Вот у нас есть повод поздравить танкистов. Раньше День Танкиста отмечали как раз 11 сентября. Связано это было с окончанием одной из самых тяжелых операций Великой Отечественной войны, Карпатской. В результате побед советских воинов фашисты были изгнаны с территории Молдавии и Западной Украины. Позже было принято решение отмечать День Танкиста во второе воскресенье сентября. То есть в этом году это 10 сентября. Так что поздравляем этих отважных, смелых и выносливых людей. Наследников героических побед Великой Отечественной. А в судьбах тех легендарных воинов, в их жизни и в их подвигах находят вдохновение современные киноавторы. Режиссер Сергей Саркисов снимает фильм с рабочим названием «На Парижа». Судьбе танкистов, прошедших войну плечом к плечу и решивших отпраздновать великую победу в самом романтичном городе Земли. Ну а наши корреспонденты побывали на съемочной площадке и узнали все об актерском звездном составе и о том, каких усилий стоит научиться водить танк. Вот там так, фасильские рожи! Не встали? Вам приехали чебурашки на броне автомобилей. Народный артист России Дмитрий Певцов осваивает профессию танкиста на съемочной площадке, где снимается фильм «На Париж». Его персонаж Александр Воронин воевал под Харьковом на Курской дуге и штурмовал Берлин. В основе сюжета реальные факты из биографии героя Советского Союза Александра Милюкова. Показать такого человека надо максимально достоверно. Но это сейчас актер эффектно и уверенно появляется из люка. Удачному дублю предшествовало множество казусов. Можно видеть на теле партии лицо, то есть надо видеть поверхностно в камере хотя бы проще. Если бы я был членом сборной по художественной гимназии, сейчас я попробую, чтобы вы еще лицо увидели, значит. Приготовились к съемке, убежали все. А! А! Стоп! Стоп! Скажу сразу, меня в танки с собой не взяли, потому что там нужно быть поменьше и поуже. И тогда там можно нормально жить. Жили в танки. По очереди все участники съемочного процесса. Эпизодов с участием боевой машины в фильме не так уж много. Но именно они технически оказались самыми сложными. А эта сцена – начало будущей картины. Во время боя командир заметил очень странное здание, вроде сарай, но при этом там антенны были, и они въезжают прямо в ворота этого здания. Оказалось, что это закамуфлированный немецкий штаб. Пыль, дым, разрушенная стена, разбросанные кирпичи и доски – все это только декорации. Вопреки опасениям съемочной группы, павильон танк вошел без разрушений. Здесь очень хороший механик танка, он с одного раза заехал. То есть какой-то прям фантастика, там 30 сантиметров с двух сторон у него осталось. Вот он заехал в павильон и приметился, и сразу зашел сюда. Актер Дмитрий Певцов – профессиональный гонщик. Но на съемочной площадке с удовольствием управлял раритетным мерседесом, а не танком. В боевой машине с ветерком не прокатишься. – Что? – Это 120! – Могу себе представить, что там творилось во время жары на улице, потому что это просто консервная банка с толстыми стенами, которая нагревается, 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 не остывает. Вот здесь заканчивается казенная часть у бедра, казенная часть пушки, куда отлетают эти гильзы. Здесь же прям практически в эротической зоне у него наводчик и наблюдатель сидит. Более-менее там располагается стрелок-пулеметчик с водителем, а удобства нет. Вот такая сидушечка, собственно говоря. Ну, есть, правда, за что держаться. Я не понимаю, то есть, ну, стоять на месте еще ничего, но когда это все поедет... Сцена внутри танка – предмет особой гордости всей команды. Внутреннее устройство боевой машины полностью воссоздано в этой конструкции. Над ее созданием трудились полтора месяца. Дольше всего продумывали инженерный макет. Каждую деталь выверяли с точностью до миллиметра. Снаряды, пожалуйста, бутафорские. Здесь все рации, приборы. Пушка почти настоящая. То есть у нее работает... Заряжный механизм. Откат. Гильзы вылетают, но только заряжать нужно. Художественный фильм на Париж по замыслу авторов не о войне, а о любви и человеческих чувствах. Но для многих участников съемочного процесса, стоящий в павильоне Т-34, не только символ общей победы, но и часть своей семейной истории. Мой папа начал войну в августе 41-го и закончил войну 8-го мая 45-го года в Праге в звании капитана танковых войск. Поэтому надо что-то еще делать. Выход картины в прокат планируется приурочить к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне не только для того, чтобы напомнить зрителям о наших героях, но чтобы показать, как в человеке, прошедшемся ужасы войны, вновь пробуждается любовь к жизни и к прекрасному.